19 марта 2018 года исполнилось ровно 20 лет со дня рождения прекрасной космооперы и одной из лучших серий космических симуляторов когда-либо вышедших в свет о рождении становление упадки и возрождении будет наш рассказ как известно любая опера состоит из двух основоположных составляющих действие на сцене и происходящее за кулисами в первом видео мы поведаем вам о происходящем на сцене к 2321 году человечество уже достаточно освоило космос чтобы в его глубинах найти себе подобных васудан стремительно растущая потребность обеих рас в ресурсах а также планетах для колонизации неизбежно привели конфликту галактический альянс терры и парламентская империя васуды неистово боролись за два десятка звездных систем которые обе расы называли домом но ни одна из сторон не имела видимого перевеса в этой войне шел 14 год конфликта названного впоследствии историками великой войной оба лагеря были сильно измотаны и измождены ресурсы сторон были на пределе а сами альянсы империя стояли на грани коллапса именно тогда пришли они без объявления войны и предупреждения шиванцы уничтожали флот за флотом форт-пост за форт-постом захватывая все новые системы агрессор не разбирал своих целей потери людей тиран были такими же ужасающими как и потери их недавних противников васудан неизвестная раса по уровню технологического развития на целое поколение превосходило все то что было и могло быть создано в границах исследованных звездных систем корабли шиванцев были быстрыми маневренными и имели защитные щиты а с их вооружением не мог сравниться ни один корабль будь то альянса или империи лучевые пушки шиванских крейсеров и эсминцев легко вспарывали броню капшипов противника в то время как флаг и лучевые турели без усилий сдерживали атаки истребителей примитивные системы прицеливания людей и васудан часто даже не могли распознать противника это был переломный момент в истории двух разумных рас в 2335 году люди и васудане объединились подписав мирный договор единственной целью которого было защититься от шиванской угрозы совместными усилиями союзникам удалось одержать несколько побед результатом одной из них стал захват шиванского легкого крейсера таранис союзники смогли реверс инжинировать некоторые технологии шиванцев удалось также переделать корабль для использования людьми и васуданами а некоторые системы вооружение скопировать и вооружить ими капшипы союзников параллельно для истребителей разрабатывались системы щитов а также оружие способно эффективно их пробивать через несколько месяцев тирана и васудане собрали все силы объединенного флота с тем чтобы встретиться с шиванским флотом в системе днр если не на равных то хотя бы во все оружие каким же горьким было разочарование союзников когда они увидели огромный корабль во главе вражеского флота исполинский двух километровый супер крейсер легко смял оборону союзников а также таранис на которой защищавшиеся возлагали большие надежды почти весь флот союзников был разгромлен в битве за днр а его остатки были вынуждены отступить однако потери тиран в этой битве были ничем по сравнению с утраты васудан люцифер так был назван ужасный супер крейсер шиванцев уничтожил всю жизнь на будущее уже беззащитной планете столице васуде прайм и теперь всего лишь несколько звездных переходов отделяли его от земли в арсенале союзников не было оружия которое могло бы пробить его мощные щиты также как и не было силы способной устоять перед огнем его основных лучевых мега пушек и флакс установок поражение оказалось было неизбежным но помог случай изучая руины города древней цивилизации найденного на одной из пустынных планет в системе альтаир васудане нашли упоминание о шиванцах как оказалось и уничтожили эту некогда могущественную расу построившую город расу древних а также многие другие расы которые имели наглость покинуть свои колыбели и отправиться на покорение звезд но не эта информация была важна для отчаявшихся а найденный среди вороха информации план уничтожения супер крейсера класса люцифер писания поведали как 8 тысячелетий назад древние настигли люцифер во время его переходов в подпространстве где щиты супер крейсера бездействовали и попытались уничтожить корабль вызвав цепную реакцию в его главном реакторе к сожалению тогда атака древних провалилась но теперь у союзников появился хоть какой-то шанс несколько крыльев истребителей бомбардировщиков пилотная элита в кс альянса и империи прыгнула вслед за люцифером из дельта серпентис солнечную систему у них было всего несколько минут на то чтобы остановить катастрофу следуя из докодированного сообщения нападавшим это удалось люцифер был уничтожен во время выхода в пространство солнечной системы о судьбе пилотов совершивших эту отчаянную героическую атаку ничего не известно а другой еще большей цене этой победы союзники узнали уже позже взрыв неимоверной силы достигнувшего критической массы реактора люцифера нарушил связи подпространственной червоточины соединявшись землю и дельта серпентис полностью отрезая родину человечества от остальных миров с уничтожением флагмана оставшиеся силы шиванцев стали дезориентированными были легко разбиты с окончанием великой войны начался новый виток истории в жизни объединенного сообщества людей и васудан наступило время реконструкции две некогда враждующие расы нашли в себе силы понять и что главное принять друг друга понемногу васудане и люди стали уживаться вместе жить на одних и тех же мирах обмениваться знаниями культурным наследием изучать историю друг друга галактический альянс терры распался на несколько независимых провинций которые отчаянно пытались снова поднять на ноги разрушенную экономику человечества васуданы несмотря на потерю своей родины смогли сплотиться еще сильнее не последнюю роль в этом сплочении сыграли реформы императора консу второго не удовлетворенный слишком медленными и неуверенными действиями парламента император распустил этот погрязший в коррупции и бюрократии орган в 2339 году и объявил себя единоличным главой васуданской империи люди васудане понимали что для выживания им потребуется еще более тесное сотрудничество и в 2345 на основе вновь объединившихся теранских провинций и васуданской империи был сформирован галактический тираново суданский альянс гтв а стороны альянса провозглашались автономиями и обязывались обмениваться знаниями информацией вести торговлю а также договорились о военной взаимопомощи при угрозе извне в 2358 году произошел следующий важный шаг двух раз на встречу друг другу была подписана бета аквильская конвенция бетак конвенция стала основным законом гтв а окончательно объединяет две расы под одним органом управления генеральной ассамблеей конечно же не все выступали за такие близкие отношения между двумя расами с одной и с другой стороны существовали силы которым не нравились возникшие после войны порядок вещей еще с начала великой войны вправящие верхушки парламента васуды возник раскол между большинством выступавших за объединение с тиранами и меньшинством не желающим мириться с позором который принес их кланам этот союз после уничтожения васуды прайм такие высказывания уже не завоевывали поддержки широкой общественности но религиозные фанатики назвавшие себя молотом света всячески пытались обратить внимание на свои протесты свои взгляды и убеждения группа основывала на старинных васуданских предсказаний о грядущем уничтожении васудан расой космических разрушителей после победы над люцифером верование участников молота света сильно пошатнулись и многие из них совершили ритуальные самоубийства те же кто отказался от призыва наложить на себя руки а это в основном были военные остались на своих постах и дослужились до еще более высоких чтобы противостоять политики императора это милитаристская ветвь которая перешла от угроз к действиям проявившийся в актах насилия и террора была вскоре уничтожена альянсом в результате военной операции храмовник другие менее радикальные лидеры просто укрылись под поле и продолжили изучение древних писаний альянсу удалось найти и арестовать почти всех из них лишь единицы до сих пор находятся на свободе у таран были свои противники сближения с фасуданской империей по прошествии почти 32 лет с окончания великой войны человечеству так и не удалось отыскать дорогу домой не было найдено ни единой червоточины которая повела к земле ровно через год после 30-летия со дня окончания великой войны командующий 6 флота альянса адмирал акенбош поднял кровопролитное восстание в системе полярис по истечению каких-то недель к восстанию присоединились системы регулиса и сириуса у боша была неоспоримая поддержка жители этих систем которые считали адмирала чуть ли не своим спасителем сам акен же мастерски играл на их чувство к зависти к более сплоченным васуданом а также на все еще не угасший неприязни людей к этой расе чтобы достичь свои цели создание нео-тиранского фронта движение за новую землю гражданская война поглотила гтва флот нтф действовал настолько нагло и решительно что практически застал союзные силы врасплох не признавая конвенции морпехи и пилоты нтф безжалостно уничтожали любое судно будто торговая или гражданская васуданская или теранская на новой земле не должно быть места чужакам и их сподвижникам лишь только через полгода оправившись от первых потерь гтва смог организовать первые контур удары а его военная промышленность заработала на полную мощность стараясь компенсировать потери связи с родиной человечества вскоре союзники стали оттеснять мятежников к их родным системам но и тут их ждал неприятный сюрприз еще до гражданского конфликта будучи в системе гамма драконец бош обнаружил огромное сооружение неизвестного происхождения ученым с подвижником адмирала не составило труда распознать в сооружении подпространственный портал построенный древними имея в своем распоряжении всю информацию с раскопок руин расы древних акину удалось запустить устройство и древнее зло опять дало о себе знать из открывшегося зева червоточины в систему ворвались корабли шиванцев через 32 года союзники опять встретились лицом к лицу со своей немезидой только теперь война велась на два фронта гтва пришлось рассредоточить силы чтобы патрулировать и начать исследование обширной туманности по другую сторону кновского портала с целью определения численности шиванского присутствия а также довести дело до конца у себя дома окончательно разбив силы нео-терранцев в решении такой нелегкой задачи альянсу помог совместный проект терранцев и во судан заложенных почти 20 лет назад гтва колосс исполинский корабль в 12 раз превышающий люцифер в размерах имел в длину более 6 километров и обладал огневой мощью пяти тяжелых крейсеров класса орион так появился новый класс боевых кораблей джаггернот с колоссом последние очаги восстания были легко подавлены а шиванцев удавалось сдерживать в границах туманности по другую сторону гамма-драконис к сожалению адмиралу бошу удалось скрыться в туманности вскоре из донесений разведки станет ясно что акин разработал устройство позволяющие общаться в микроволновом диапазоне предположительно для налаживания связи с шиванцами бош верил в то что будущее человечество с ними они с васуданами его мечтам не суждено было существиться флагман адмирала корветт айсини был взят шиванцами на бордаж 90 процентов команды было уничтожено а самого акина и нескольких офицеров захватили и транспортировали в неизвестном направлении а дальнейшей судьбе экс-адмирала 6 флота альянса предводителя идейного лидера нео-тыранского фронта акина боша ничего не известно после победы над нтф гтв наконец-то мог сконцентрироваться на более опасном противнике несколько флотов были направлены в туманность с целью обнаружения и уничтожения возможных сил противника союзники даже не догадывались что приступив порог туманности они из охотников превратились в дичь все эти месяцы шиванский джаггернот словно хищник притаился будто выжидая пока в его логово не попадется более крупная жертва шести километровый паукообразный корабль получил название сатана одинокому разведчику почти самоубийственной миссии удалось провести сканирование ужасного исполина результаты оказались неутешительными сатана по основным параметрам соответствовал либо же превосходил характеристики колосса после потери нескольких боевых групп двух корветов и эсминца командование приняло решение немедленно эвакуировать свои силы из туманности было также решено уничтожить гнотский портал дабы предотвратить угрозу нового вторжения благо ученые имели достаточно времени на исследование портала чтобы потом воссоздать его и восстановить коридор соединяющий солнечную и дельта серпентис детонация двух месен бомб уничтожила устройство но это оказалось недостаточно как выяснилось позже искусственно поддерживаемая связь между входной и выходной точками коридора могла существовать еще довольно долго несмотря на то что устройство которое эту связь поддерживала было уже уничтожено шиванский джиггернот вошел в пространство альянса несмотря на общую схожесть колоссы сатана имели разные характеристики причем перевес был на стороне последнего вражеский корабль был более живуч а также имел намного более мощную силовую установку которая позволяла вести одновременный и более частый огонь из всех четырех огромных фронтальных лучевых пушек за то время пока реакторы и энерговоды колосса охлаждались после очередного выстрела и готовились к следующему сатана мог дать три полных залпа слабым же местом сатаны были как раз эти пушки их было всего четыре в гамма драконе с нескольким крыльем бомбардировщиков удалось вывести из строя их все до того как джиггернот прыгнул систему капеллы где его уже ждал колосс через 10 минут интенсивного и непрерывного обстрела колоссом сатана был уничтожен несмотря на безоружность противника гигантский корабль альянса тоже получил повреждение из-за огромных перегрузок систем вооружения энергоснабжения и реактора никогда колоссу не приходилось сталкиваться с таким противником после уничтожения самой опасной угрозы со времен великой войны весь альянс ликовал и праздновал но довольно быстро ликование перешло в разочарование а потом и в ужас когда в туманности передовые разведчики наткнулись на еще один джиггерноут класса сатана а потом еще один и еще один и еще всего в туманности было обнаружено несколько десятков шиванских джиггернотов что хуже все они направлялись гамма драконец гтв как никогда раньше стоял на пороге апокалипсиса а люцифер и его флот теперь казались невинной забавой по сравнению с предстоящей угрозой армада с 90 джиггернотов беспрепятственно вошла в систему капелла и последовала прямо к ее звезде остановившись каких-то двадцати миллионах километров от солнца системы корабли равномерно расположились вокруг него по окружности в виду невозможности уничтожения искусственного коридора между туманностью и гамма драконец командование приняло решение эвакуировать соседнюю систему капелла а потом уничтожить подпространственные переходы связывающие ее с вегой и эпсилон пегаса операция прикрытия эвакуирующихся кораблей не успела начаться а потери альянса уже насчитывались сотнями и сотнями тысяч существ и наибольшей из этих потерь стал гтва колосс отразив множественные атаки шиванских крейсеров и эсминцев исполинский корабль был слишком сильно поврежден чтобы мощь хоть что-то противопоставить очередному сатане вошедшему в систему более 30 тысяч жизни экипажа корабля разом погасли в яркой термоядерной вспышки операция по детонации червоточины ведущей к эпсилон пегаса прошла успешно и коридор между ней капеллы был наглухо запечатан в самой же системе капелла по мере того как нарастал вражеский натиск паника среди населения достигла своего апогея гражданские торговые медицинские и транспортные суда во что бы то ни стало старались достичь спасательной червоточины в то время как военные изо всех сил пытались хоть как-то прикрыть их от непрекращающихся атак истребителей бомбардировщиков и капшипов шиванцев бегство из системы превратилась в хаос и геноцид точку в этой бойне поставил коллапс звезды капелла и ее взрыв как сверхновой в одном мгновении черный как смоль космос превратился в снежно-белый с залитой ослепительным светом что испепелял все на своем пути корабли планеты звезды пространство и время второй коридор теперь был также закрыт а мир и альянса оказались в безопасности но вот надолго ли отчеты сенсоров показали что это шиванская армада вызвала резкий всплеск массы звезды и как следствие ее коллапс также выяснилось что за мгновение до взрыва звезды почти все джиггерноты вошли в подпространство энергия созданных ими подпространственных врат зашкаливала даже на фоне чудовищных выбросов звезды куда они прыгали может в другую галактику и вообще кто же такие шиванцы каковы их мотивы что они ищут во вселенной наконец почему они от природы чувствительны к волнениям подпространство это беспощадные уничтожители цивилизации вездесущие стражи космоса или такие же скитальцы как мы в поисках дороги домой скорее всего на эти вопросы мы уже вряд ли получим ответ во второй части нашего повествования мы расскажем вам о том что происходило за кулисами этой прекрасной оперы о ее рождении рассвете забвение и возрождение если вам понравился наш новый формат то ставьте лайки и оставляйте свои комментарии а также ваши предложения о каких еще культовых играх вы бы хотели услышать до встречи